Продолжение следует... Остальные приготовленные холмики надо новыми костиками засаживать, хоть бы перезимовали удачно. Валерий Константин, как Вы считаете, может стоит на зиму пятилитровыми банками закрыть, хоть манджурцы разные сыновья мороза не боятся? Но может быть хоть частично ради эксперимента? Или сопреют? Так, значит сопреют или нет, закрывать или нет, у меня никогда не было такой проблемы. Это чуть ли не единственное, что я не попробовал в количестве сотен тысяч. Я всегда горжусь тем, что я не занимаюсь мелочами. Если я посадил тысячу, привил тысячу, я знаю, какой способ. На следующий год по-другому, на третий по-другому. Вот только в таких вариантах я потом учу всю Россию. И некоторые ученые не стесняются, но они правда не садоводы, а агрономы, но не садоводы. Почему-то садоводы молчат. И вот значит это получается так. Кто-то попробует, кто-то нам расскажет. Возможно, это опасно. Почему? Абрикос должен родиться вовремя с первыми лучами теплого солнца. То есть абрикос, груша, неважно. Но это рассуждение непрактическое. Закрыв банкой, наверное, сильной раны не взяв, зайдут, мороз их убьет. И так бывает. Может быть, не зря весной даже земля прогревается, они под землей сходят. Потом мороз привезу. Видели мы эксперименты, сколько их. Поэтому банка в двух концах. Или поможет, мыши не съедят, проснется раньше. А этим удлинится лето. Или, как вы часто здесь пишите, или сопреют, или сопреют, или замерзнут под возвратным морозом. Вот так вот. Поэтому балка в двух концах. Сказать, закрывать я не могу. Сказать, не закрывать я не могу. Мой ответ универсальный. Побольше посадим, побольше взойдут. И тут вы можете проводить эксперимент. Половина на кредитбанке, половина нет. В каком-то из этих случаях вы угадаете. Так что у вас сад будет. Вот же у вас 35-40%. Это сразу сад, если вы сотню костик заказывали. Так что рискуйте. Давайте дальше. Так. Теперь, значит, добрались мы до... Набрались мы до Украины. Так, Полтава. Анатолий. Так. Он у нас встретится в двух местах. Я уже около двух лет слежу в Ютубе за вашими видеороликами. У меня нет большого сада, но хочется иметь то-то, 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 персики, черешни. А что там в Полтаве, конечно. Но там второе письмо будет настолько грустное, что я теперь не удивляюсь, почему нет там ни персиков, ни черешни. Вот. Конечно же, все было посажено и имело уход не по вашим советам. И, конечно же, с плохим результатом. Попробовал поухаживать за деревьями по вашим советам. Внимание! Убедился, что дерево посажено не в яму, а на холмик. Значительно лучше растет и развивается. Некоторые из моих деревьев просто удалил и посадил новые. Необрезанное дерево дает не меньше плодов, заметьте, а может даже и больше. И в целом растет лучше. Я перестал убирать под дерево листву и несъеденные плоды. Кажется, от этого почва под деревом стала лучше. Это просто не утверждаю, что все так здорово. Вот. Когда-то, убирая листву, убирая червивые плоды, чтобы опять там это самое, червяк опять не залез на дерево и в следующее яблоко не созрало. Ничего не бывает идеального. Ничего. Вот. Но в данном случае это письмо, это лишняя гирька. Их должно быть сотни тысяч в мой адрес. Так, следующее. Дальше Анатолий. Это он же. Сам вебинар посмотреть не смогу. Надеюсь, будет запись. Про записи я уже сказал. Неделю, пожалуйста, тот, кто зарегистрировался, зарегистрировался, может, могут там же и увидеть эту запись. Так. Теперь, кто же это такой? О, ни фамилии, ни имени. Ну, ладно. Хочу более правильной информации. Если вам будет нетрудно, поделитесь тем, что сможете. Особенно меня интересует книга «Северный сад», «Сатурение чудов с померками», «Умный сад» и «Записка из «Защерного садовода». Я нигде их не могу купить». На всех сайтах, где не имеется, продажи отвечают. Наличия нет. Неизвестно, будут ли вообще. Выслите электронный адрес, если это возможно. Заранее спасибо. И дай бог, чтобы вас услышали и увидели. Надоели привозные фрукты. Хоть со своих настоящих деревьев, на которых можно сидеть, и салонет, и ловим все кладами. На которых можно сидеть. Он, видимо, мой фильм видел, или там мою статью, где я говорил, приехал из Украины, привез я жену и эту самую, и приемного сына. Вот. У меня уже урожай был не хуже, чем они там, это самое, в Береславском районе, Хорисонской области. Не хуже. Единственное, я говорю, ну что, это самое, как тут, нравится себе здесь, все-таки, совершенно новое место, а мальчишке 10 лет. Все, говорит, папа, все хорошо, все прекрасно. Вот. И только одна беда, на деревьях сидеть нельзя. Вот. Посмотрел я на мои деревья, да, ни на один суп не выдержит даже ребенка. Вот. Это одна из причин, чего, ой, дальше еще про это скажу. Вот. Хорошо или плохо, что сибирские деревья не вырастают, так и огромные. Так. Теперь, присвышать электронный адрес. Это не, это самое, электронный адрес книги, которая, если выслать, она может разойтись, и никто покупать не будет. Так, а, кстати, три книги. Он упомянул «Северный сад сотворения чуда». Сейчас получается так, что книга напечатана, но ее почти никто не покупает. Вот. А если я еще электронный адреса буду высылать? Да, в принципе, мой напарник, еще один, меня везет с друзьями, живет в Ленинграде, эту книгу напечатал. Он рассылает электронный адрес, да, каких-то там 600 рублей, по-моему, или 500. Это его часть работы. Вот. Обратитесь к нему. Хотя это опасное дело. Так, я рассылал, а, ладно, не буду жаловаться. Вторая книга. «Умный сад, как перехитрить климат». Так, эта книга моя и Курдюмова. Я уже говорил, выдержал два тиража, все, больше ее нету, считайте. Главный адрес сказал, что она вам не нужна. И он 50, от нее больше не будет. Два по 5 тысяч, и все. на всю страну. А запросы идут до сих пор. Пожалуйста, среди вас может найти человек, который скажет, да, у меня дядя, этот генеральный директор какого-нибудь издательства, он вам напечатает 100 тысяч экземпляров. И еще и гонорар заплатит. Может быть, а пока ждем. Чего ждем? 5 лет жду. Редакция отказалась от своих прав. Так, ростовская. Третья книга. «Записки зачарованной себе садоводом». В гостевой книге увидите, там есть реклама, нажимаете, узнаете, что вы можете эту книгу заранее записаться, заплатить. Вот. Кстати, первая книга ни одной жалобы. Все по-честному. Собрали 340 тысяч. Значит, расплатили со всеми, кто собирал. Получилась цветная, красивая книга. Вот. А это деньги... А где вот деньги? А где деньги? Ушли на этот тираж, чтобы побольше напечатать. Получилось полторы тысячи. Теперь записки, сбор идет, но так слабо идет, что там, по-моему, или хватит на черно-белый вариант, а я могу сразу в печку. Я считаю. Не будет тонкостей видно на черно-белом листике. Вот. Или вообще не будет. А, как-то на деньги вернуть. Ну, ладно, посмотрим. Вот. Я... Так, получается, да, сейчас, кроме книги «Северный сад сотворения чуда», вот она, кстати, вы ничего не можете приобрести. И строй хотя бы одну. Странно, что вы здесь задаете этот вопрос, потому что про нее уже все знают, только покупать не спешат. И вариант этой же книги, вот он, я могу выслать диском. Ну, напишите, допустим, мне электронное письмо. Так, просьба выслать этот диск. Продолжение следует... Продолжение следует...